Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Сергей Проходский, и сегодня мы поговорим про рельеф. Зачастую участки, на которых у нас располагаются дачи и загородные дома, не полностью находятся на ровном рельефе, то есть на горизонтальных каких-то плоскостях или близкие к ним. Земля сама по себе имеет выраженные какие-то высотные отметки, выраженный рельеф, где-то выше, где-то ниже, и эти разности высот у каждого свои. Надо как-то этот рельеф обыгрывать, закреплять. Самый простой вариант, который приходит на ум, но одновременно один из самых дорогостоящих, это введение подпорных стен. Но это бетон, это финансы, это затраты по времени и по деньгам. Второй вариант, альтернативный и очень такой хороший, качественный, долговечный и не менее интересный, это устройство эксплуатации откосов. Именно про них мы сегодня и поговорим. Что такое откос? Откос это наклоненная поверхность. И понятно, что грунт, который находится под углом, с течением времени едет под действием осадков и внешних условий. Чем более крутой, чем более жесткий будет откос, тем больше он будет съезжать вниз по направлению. Понятно, что большое значение имеет состав грунта, то есть, допустим, тяжелые грунты, глины, суглинки, они держатся дольше и лучше. Если у вас почва песчаная или супесчаная, то съезжать откос будет гораздо быстрее. Чем круче он, понятно, что будет тоже съезжать, эти грунты будут тоже более активно. Кроме этого, помните, что откос можно закреплять. Как раз-таки перед вами один из самых простых вариантов закрепления поверхности откоса? Это одерновка или, по-другому, создание газона. Мы в данном случае видим наклоненную поверхность, на которую мы засеяли травосмесь, травы пустили корни и этим срамом разрастаясь, закрепляют грунт и не позволяют ему, с одной стороны, съезжать, с другой стороны, создают хороший зеленый покров, которым можно пользоваться и зимой, и летом. Второй вариант закрепления поверхности грунта на откосах – это использование различных нетканых геосинтетических материалов. Спонбонд, геотекстиль, возможно, временно даже пленка, если надо. Любой материал, которым можно покрыть поверхность откоса, создаст сверху барьер по плоскости, который будет препятствовать размыванию во время дождей и снегопадов. То есть вода будет стекать частично по поверхности, пропитываться внутрь грунта через спонбонд, в данном случае, равномерно, и не будет, соответственно, сползания или каких-то селевых потоков, как бывает в гараж, в горах по поверхности грунта. То есть этим самым мы будем его тоже закреплять. Для того, чтобы правильно, аккуратно и, самое главное, долговечно укрыть откос и укрепить его с помощью спонбонда, лучше всего использовать темные цвета, классический черный, по плотности оптимально больше 100 грамм на метр квадратный. То есть так он будет более долговечный и не так быстро разлагаться на солнце. Вы расстилаете этот спонбонд, в данном случае, по площади откоса, делаете нахлесты один на другой, чтобы полностью перекрывать площадь, и после этого закрепляете спонбонд на поверхности грунта. Для этого можно использовать как обычную металлическую проволоку, диаметром 3-4 мм, которые нарезаете и формируете из нее скобы. Скобами закрепляете спонбонд к откосу, и в данном случае он никуда не будет деваться. Второй вариант можно покупать в продаже различные пластиковые колышки, которые специально для этого предназначены. Принцип тот же самый. Цена сильно отличаться не будет. Таким образом мы закрепим поверхность, и он не будет сдуваться ветром, уноситься на долгое время хватит. Следующий вариант укрепления откоса – это использование различных объемных материалов. В современном мире постоянно появляются какие-то новинки. Одна из них, причем уже даже не новинка, которая несколько десятилетий используется, это различная объемная георешетка. В данном случае вот она сейчас перед вами. Как вы видите, она имеет такую ячейстую структуру. Материал синтетический. Он может иметь такие вот прорези отверстия, может быть цельным. Но суть в том, что эту георешетку мы можем раскладывать по поверхности формируемого нами откоса и после этого засыпать сюда грунт. А может быть даже не грунт, а какие-нибудь камни, гравий, щебень или что-то в этом духе. Решетка в данном случае должна закрепиться на поверхности откоса. Можно это делать арматурой, допустим, либо, допустим, какими-нибудь другими колышками и после этого заполнять ее материалом. Благодаря тому, что она идет достаточно значительной площади и будут места крепления, она стабилизирует поверхность грунта и не позволит ему съезжать. В зависимости от крутизны откоса толщина вот этой георешетки тоже может выбираться отдельной. Начинается она с 5 сантиметров. Это в данном случае пример 10 сантиметровый и может доходить до 20, иногда 30. То есть, чем круче откос, чем более жесткие условия, тем большую высоту, соответственно, мы подбираем. Вот в данном случае здесь как раз-таки пример. Можно смотреть, увидеть, когда мы видим откос, упрепленный с помощью георешетки. Грунт немного просел, его тут можно будет немножко подровнять, но георешетка здесь уже на этом откосе держит грунт на протяжении где-то 4-5 лет. Никуда он не съезжает и никуда не девается. Еще один пример работы с наклоненными поверхностями или с откосами – это, конечно же, использование растений. Причем ассортимент хоть с одной стороны специфический, надо его правильно подбирать, но с другой стороны достаточно разнообразный. Начинать можно на не особо крутых откосах даже с хвойных растений. Различные стелющиеся можжевельники, как вот вы видите сейчас перед глазами, это сорта можжевельника горизонтального, казацкого, некоторое чешуйчатого и другие, которые можно подобрать по оттенкам, по цвету, по ширине кроны, которую они могут достигать. Эти растения будут покрывать поверхность грунта, корневой системой, естественно, разрастаясь, его тоже закреплять и таким образом создавать классный декоративный эффект. Чуть ближе, на переднем плане, вы видите сортовую сосну горную. Это сорт пумилио, это та сосна, которая вырастает в высоту буквально там на полметра, может быть, чуть выше, но разрастается в стороны. То есть она в ширину постепенно немножко как будто бы стелется ковриком. Если в мае месяце прищипывать еще побеги, которые нарастают, она будет меньше подниматься в высоту, но более активно, опять же, разрастаться по диаметру. Одна сосна, вторая, третья. Таким образом мы можем создать группу зеленого коврика из одного хвойного или из другого хвойного. Лучше всего, как я уже сказал, для этого подходят сорта можжевельников, некоторые сорта сосны горной. Можно еще взять микробиоту перекрестнопарную. Может быть, придумаете что-то и еще. При плотной посадке на откосах подойдет и широкий спектр стандартных, классических, но карликовых, невысоких лиственных кустарников. Сорта лобчатки кустарниковой или курильского чая, которые бывают разные по цвету цветения. И хиномелис или айва японская, стелющаяся слива и целый ряд других. Если мы имеем кустарники именно плотными плюшками, как вот спиреи японские сортовые, курильский чай, то, конечно, их надо высаживать друг к другу достаточно близко. А если мы берем для откоса настоящие стелющиеся растения, которые будут иметь способность к укоренению побегом или, соответственно, образованию корневых отпрысков, то одного растения может хватать на метр или два метра квадратных. Эти растения лучше всего подходят для откосов, потому что, укореняясь, закрепляют откос по всей своей площади. Вот перед вами как раз-таки хороший яркий пример. Это кизильник дамера. Низкий, стелющийся, вечно зеленый лиственный кустарник. Он, как вы видите, образует длинные плети, которые ползут по поверхности грунта и побеги потом укореняются. Таким образом мы получаем зеленый коврик, который, к тому же, будет еще изменяться по окраске с образованием плодов, цветений или по осенней окраске листвы. Перед вами еще один хороший пример лиственного кустарника для использования в откосах. Это стефанандра надрезана листная. Хоть сейчас весной она без листвы пока еще кажется не очень декоративной, но если вы знаете, какая она летом по плотности зелени или как она горит огнем осенью и переливается красками, то, конечно, вы этот кустарник оцените. Почему хорошо подходит для откосов? Потому что образует плотный куст, очень хорошо разветвленную корневую систему, что немаловажно для откосов, и разрастаясь, смыкаются друг с другом, а ветви, которые ложатся на грунт, укореняются. То есть растение как будто бы немножко шагает, но не агрессивно. Кроме этого, я бы хотел обратить внимание, что когда мы работаем с откосами, можно использовать комбинацию средств для укрепления его и для придания ему декоративности. То есть можно, допустим, как здесь, посадить кустарник, но кроме этого откос одновременно закреплен еще георешеткой. Если у вас достаточно устойчивые грунты, можно обойтись каким-то одним способом. Выбрать газон или растение. Даже те же многолетники, не обязательно кустарники. Среди многолетников, допустим, есть хорошие примеры того же барвинка малого, который отлично стелится и укрепляет откос. Если условия позволяют, можно перейти на дёрен канадский или еще другие варианты. Важно отметить, что в зависимости от условий, напомню это, от крутизны откоса, от того, насколько тяжелые и легкие грунты, от характера его использования, можно брать либо один, либо несколько моментов укрепления откоса и комбинировать их. Начиная от георешетки как закрепления, состава грунта, отсыпок различных, я уже упоминал в начале видео о различных камнях. На невысоких откосах можно работать еще с мульчированием, с корой, допустим, и дальше работать с растениями. Когда откос будет закреплен, он не будет съезжать. И к тому же, соответственно, будет выглядеть с растениями декоративно. Выберите для себя подходящие приемы, скомбинируйте их, подберите ассортимент, и ваши наклоненные поверхности, которые казались для вас ненужными, будут отлично выглядеть долгие-долгие годы. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова